Стать спасателем готовятся с детства. Скорость, выносливость и отвага – те качества, которые пригодятся будущим чемпионам пожарно-прикладного спорта. В Мурманске открылись 45-е соревнования по этой дисциплине, посвященные 365-летию со дня образования пожарной охраны России. Спортсмены на время штурмовали окна учебной башни. Взрослые, подростки и даже дети. Попробовать свои силы в состязаниях пожарных может любой. На спортивной площадке – настоящее равноправие. Девушки соревнуются с парнями наравне и нередко оставляют их далеко позади. Как, например, Полина Кулакова из команды шестой пожарной части города Полярные Зори. Девушка соревнуется в младшей возрастной группе второй год. В прошлый раз победить не удалось. В этот соперники могли разве что любоваться подошвами ее кроссовок. Юная спортсменка – продолжатель династии. Папа работает спасателем МЧС. И как бы интересно стало, что у него как на работе. Позвали. В прошлом году понравилось. В этом тоже поехала. Чемпионат по пожарно-прикладному спорту будет длиться три дня. В первый – самое сложное – штурмовка. Участники должны как можно быстрее забраться по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Давай, 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 пошел. Самым юным спортсменам здесь понадобятся лишь скорость и ловкость. Лестницы для них закреплены заранее. Участники постарше с инвентарем бегут уже со старта. Им помимо всего нужны выносливость и продуманная техника. По этой причине некоторые команды начинают плотно готовиться к чемпионату задолго до него. Леонид Генхич, начальник аналогского подразделения, нас на три недели освобождает от работы. И мы дружно, в команде шесть человек, каждый день с восьми до двух дня мы собирались, тренировались и готовились к этим 45-летним ювелирным соревнованиям. Впрочем, раньше было еще сложнее. Соревнования были максимально приближены к рабочей обстановке, вспоминает Юрий Кафанов, полковник в отставке. Службе в пожарной охране он отдал 35 лет и неоднократно участвовал в чемпионатах. Сейчас задачу для спортсменов максимально упростили, уверен он. Изменилось многое. Во-первых, мы раньше бегали в боевой одежде, в сапогах. Инвентарь был другой. Сейчас разрешается бегать в спортивной одежде, в шиповках. Ну и легче стало намного. Для спорта такие упрощения, несомненно, в плюс, уверен, бывал и пожарный. А вот в профессиональном плане послабления расхолаживают. Впрочем, юные спортсмены даже в таком облегченном режиме выносят из соревнований для себя много полезного. Стимул для того, чтобы при своей способности стать сильнее, быстрее, ловче. Участие в чемпионате принимают 12 команд со всей Мурманской области. Очевидно, что этот чисто профессиональный спорт пошел в массы. Помимо пожарных, проверить свои силы в различных дисциплинах решили добровольные пожарные дружины и даже военные. Хочется отметить то, что в этом году у нас, помимо традиционных пожарных команд от государственной противопожарной службы, принимает у нас команда с РТП, там флот, добровольная пожарная дружина. Это плюс великий, потому что, хотя они в одном виде заявились, но все-таки это уже становление к тому, чтобы и среди добровольцев полномасштабнее уже проводить данное соревнование. Также отрадно то, что у нас воинская часть принимает тоже уже непосредственное участие в данных соревнованиях. Следующий этап чемпионата пройдет в субботу на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Там спортсмены посоревнуются в прохождении полосы препятствий и проявят навыки командного взаимодействия в пожарной эстафете. Начнутся состязания в 9 утра. Там же будут подводить итоги и награждать победителей, но уже в воскресенье, сразу после соревнований по боевому развертыванию.